МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Работа идет, но в режиме онлайн. Школы Челябинской области продолжают вести дистанционное обучение. Эта служба и опасна и трудна. 10 ноября профессиональный праздник отметили сотрудники полиции. Сидим дома, но не на диване. Проект телекомпании ТВИН «Тренируемся дома» поможет сохранить форму в условиях пандемии и даже встать на ноги. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Сделать сразу два важных дела за раз – привиться и переписаться. В самом большом городском пункте вакцинации от коронавируса и гриппа в ледовой арене «Металлург» вплоть до 14 ноября включительно теперь можно пройти и опрос в рамках всероссийской переписи населения. Как заявляет Росстат, собранные таким образом сведения влияют на дальнейшую внутреннюю политику страны. Дома его не застать, честно признается Михаил. Поэтому уже думал, что в эту перепись населения он останется лицом неучтенным. Но такого не случилось. Переписчиков мужчина встретил в пункте вакцинации в арене «Металлург». Не теряя времени даром, анкету заполнил, пока ждал приглашения на прививку. Обратиться на переписной участок – лишь один вариант принять участие во всероссийском опросе. «Есть три варианта прохождения переписи. Первый вариант – это пройти на госуслугах. Это самый рекомендуемый на данный момент, с учетом сложившейся ситуации в нашей стране в связи с заболеванием. Второй вариант – это на стационарном участке или на передвижном участке. И третий вариант – это когда переписчик дождаться переписчика». Одного из 846. Столько переписчиков работает в Магнитогорске. Их легко узнать по форме, жилетке, шарфу и по удостоверению. Наличие документов у переписчиков обязательно. А вот жителям для участия в переписи ничего не требуется. «Все записываем со слов, по добровольной воле, не спрашиваем паспорта, естественно. Что человек захочет сказать, то мы переписываем». Алена признается, что не на все 33 вопроса опрошенные всегда отвечают. Чаще всего пропускают вопросы об источниках доходов, о площади жилья. Хотя в Росстате подчеркивают – собранные данные не передаются ни в налоговую, ни в пенсионный фонд, ни в какие другие ведомства. Александр Николаевич на это улыбается. Ему скрывать нечего. Да и с прошлой переписи 11-летней давности его статус пенсионера остался прежний. А вот в стране произошли положительные изменения. Я только один пример приведу, что после переписи 2010 года у нас появился материнский капитал. Это, я считаю, очень важно. Потому что по итогам переписи все проблемы наши будут решаться на государственном уровне. Переписчики приходят не только домой, но и на работу. Сотрудники предприятий группы ПАО ММК могут заполнить переписные листы в боти своих подразделений. Самый простой способ принять участие в переписи, он же самый безопасный, потому что бесконтактный, а ответить на вопросы на портале Госуслуг. Подтверждением прохождения переписи станет получение в личном кабинете уникального кода. Все данные будут переданы напрямую в Росстат, минуя вот этот кабинет. Сюда стекается информация от живых переписчиков. На сегодняшний момент обошли помещения переписчики более 60%. Мы ожидаем, что когда распределится с портала Госуслуг и со стационарных участков, то, что было переписано, этот процент, естественно, увеличится намного. Принять участие во всероссийской переписи населения можно любым удобным способом по 14 ноября включительно. На подсчеты анализа анкет Росстату потребуется время до конца 2022 года. Надежда Кинаш, Владислав Гусев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. От горячекатанного и сортового проката до автолиста. Огромный спектр продукции ММК будет представлен на выставке «Металл-экспо». 27-я международная промышленная выставка начнет работу в четверг в Москве. Коллективный стенд ММК будет традиционно одним из самых больших и представительных на «Металл-экспо». Крупнейшим в России металлургическом и промышленном форуме. На стенде можно будет ознакомиться с продукцией и технологическими возможностями как самого металлургического комбината, так и организацией, входящих в группу ММК. Здесь будет представлен весь спектр продукции ММК. От горячекатанного и сортового проката до автолиста. Проката с покрытием и линейки высокопрочных и износостойких стали под брендом «Макстронг». Помимо руководителей специалистов комбината и торгового дома ММК, на стенде «Магнитки» будут работать представители компаний группы ПАО «ММК», чья продукция будет выставлена на «Металл-экспо». В их числе Магнитогорский завод прокатных волков, огнеупор, шлаг, сервис, объединенная сервисная компания, ММК «Лысвинский металлургический завод». Руководители и специалисты ПАО «ММК» также примут участие в обширной деловой и конкурсной программе металлургического форума. Кроме того, на полях «Металл-экспо» запланировано подписание нескольких соглашений между ПАО «ММК» и его партнерами. Отмечу, что 27-я международная промышленная выставка «Металл-экспо» пройдет с 11 по 13 ноября в ЦВК-экспоцентр на Красной Пресне. Форум металлургов изменил локацию и расширился. В этом году в нем примут участие более 500 ведущих металлургических компаний. Площадь экспозиции превысит 30 тысяч квадратных метров. В рамках деловой программы «Металл-экспо» запланировано порядка 50 мероприятий, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК». Признаваться лучшим уже традиция. Мастер участка «Аглофабрики номер 5» «Аглоцеха ММК» Рафик Базыков стал победителем профсоревнований по итогам месяца. Это звание он получает не впервые и готов подтверждать его и дальше. Серьезное производство требует высокого профессионализма и ответственности, поэтому как еще трудиться на участке, если не на все 100? Это кадры из сюжета телекомпании «ТВИН» про Рафика Базыкова 24 января 2019 года. А на этом видео Рафик Мансурович вновь рассказывает о своей работе журналистом. Это уже май 20-го. Материалов о мастере участка «Аглофабрики номер 5» только за последние два года в наших архивах немало, ведь с лучшим по профессии он признается регулярно. На производстве специалист трудится более двух десятков лет. Пришел на ММК Рафик Базыков в 1998 году. Говорит, метаний по поводу куда пойти после учебы не было. Сделал уверенный выбор в сторону стабильности и надежности. Представьте сами, головное предприятие, градообразующее, отличающееся динамикой, стабильностью. Выбор был определен достаточно. Сначала устроился на «Аглофабрику номер 4». Там Рафик Базыков успел поработать дозировщиком и старшим дозировщиком. За добросовестное отношение к своей работе стал исполнять обязанности мастера. Когда в 2019 году в строй был запущен знаковый объект Магнитогорского металлургического комбината «Аглофабрика номер 5», целый ряд лучших специалистов горнообогатительного производства пригласили туда. Среди них был и Рафик Мансурович. На новом месте его сразу назначили на должность мастера участка. У мастера основная обязанность – это безопасная организация работ веренного мне подразделения, чтобы оно работало динамично, высокопроизводительно. И основной целью является именно выполнение качественных, количественных показателей нашей организации работы. Но при этом я недаром назвал слово «безопасное» первоначально, что это одна из основных задач наших. Следит Рафик Базыков за производственным процессом, обходя всю территорию цеха. Также на рабочем месте контролируют технологические параметры в режиме онлайн. Данные схемы позволяют нам отслеживать весь процесс ведения агломерации, начиная от подачи воды в первичные и во вторичные сместителя для увлажнения шехты, заполнение бункеров шехты и постели, высоту слоя шехты, скорость агломашины, разрежение как по газопроводам и по отдельно взятым вакуум-камерам, и температура также по газопроводам и отдельно взятым вакуум-камерам агломашины. Под началом мастера 29 человек. В прошлом это специалисты различных подразделений. Задача Рафика Базыкова в том числе была и в том, чтобы помочь людям сработаться, стать единой командой. Каждый из специалистов бригады отмечает – у мастера все получилось. Мастер участка – это психолог. Он работает с бригадой, он работает с людьми, поэтому организовать правильно работу, чтобы все работали, чтобы это было безопасно – это отдать должное нашему мастеру Рафику Марсурчику. Работая во всех бригадах, я хочу сказать, что наша третья бригада работает лучше всех. И это благодаря нашему мастеру. Работаем мы с ним достаточно уже давно. Очень квалифицированный специалист, очень добросовестный. Всегда поможет во всех проблемах, какие могут у нас возникнуть. Отзывчивый, добрый человек. Звание лучшего в своем деле, которого мастеру достаиваются регулярно – это подтверждение уровня профессионализма. В планах Рафика Базыкова держать планку на том же уровне и в будущем. Современное высокопроизводительное производство другого подхода не приемлет. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Со следующей недели в школах Челябинской области возобновляется очное обучение. Об этом накануне заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Пока же школьники и студенты среднеспециальных учебных заведений работают онлайн. Напомню, на дистанционное обучение с 8 по 14 ноября учебные заведения перешли по решению губернатора. Как продвигается сегодня учебный процесс и как школам города удалось организовать работу в новом формате – наш сюжет. Первое – это какое? Степень какой? Егор, давай мы с тобой. Картина на первый взгляд странная. Учителю доски объясняет новую тему, а класс пустой. Просто все 20 с лишним учеников у нее на одном экране. Дети из дома общаются с преподавателем онлайн. В школе номер один ежедневно у каждого класса проходит по 4 урока, а у старшеклассников еще два дополнительных – подготовка к ЕГЭ. Учитель литературы Ольга Барбашина объясняет пятиклассникам, как писать сочинение. Урок проводит в Zoom. Очень удобно. Заранее можно запланировать занятия. Отправляем приглашение ребятам. Они по этому приглашению вовремя приходят на занятия, и мы можем с ними общаться. Платформа позволяет работать с видеокамерой, со звуком. И происходит такое живое общение между учителем и учеником. Опаздывают часто? Нет, практически не опаздывают. Просто иногда бывает, если вдруг опаздывают ребята, то мы записываем этот урок, и они могут любое удобное для них время этот урок посмотреть. Учитель начальных классов Наталья Чумакова говорит, ее четвероклассники давно привыкли работать на интерактивной платформе УЧИ.ру, поэтому учеба в новых реалиях для них не в новинку. Преподаватель видит статистику по каждому ученику, его достижения и пробелы в знаниях. Так как в условиях пандемии мы работаем уже не первый год, поэтому, в принципе, дети уже знают, что если это очное обучение с применением стационных технологий, это УЧИ.ру, знают, что будут проводиться уроки онлайн. Да, конечно, будет домашнее задание, но объем такой оптимальный. Хочется отметить, что непосредственно с 8 числа у нас все учителя на своих рабочих местах мы приняли такое решение вместе, что каждый педагог будет вести урок из своего кабинета. Это наше решение, поэтому каждый наш учитель насходится на своем рабочем месте. Предварительно, безусловно, администрация школы составила расписание, которое адаптировано под дальние условия для того, чтобы у нас не было пересечений. Напомню, дистанционное обучение в Челябинской области было введено в связи с подъемом заболеваемости УРВИ, ковидом и гриппом. По информации первого заместителя губернатора Ирины Гехт, сегодня в регионе заболеваемость превышает эпид-порог на 50%, однако уже со следующего понедельника школы региона будут работать в привычном оффлайн формате. Вчера Ирина Альфредовна говорила о том, что планируется с 15 числа очная, обычная, стандартная, традиционная для нас форма обучения. Но здесь самое главное, чтобы не было роста заболеваемости обучающихся. Это же все сделано с той целью, для того, чтобы снизить рост заболеваемости обучающихся. Учителя спешат обрадовать учеников, ведь встреча в школе состоится гораздо раньше, чем многие предполагали. Ведь как бы не были удобны современные технологии, живого общения ничто не заметит. Юлия Черешнева, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН. Пока никаких посещений и прогулки запрещены. Наличие отрицательного теста на ковид обязательно для каждой из будущих мам. О том, какие жесткие правила действуют в родильных домах Магнитогорска в условиях пандемии, нам рассказала главная кушер динеколог города. При этом Татьяна Рядчикова успокоила роженец. Бояться поступать в роддома не нужно. Вопросам безопасности там всегда уделялось огромное внимание. Сейчас все меры усилены многократно. Евгения Салахудзинова продолжит тему. Бактерицидные лампы включаются регулярно. Устройство с антисептическими растворами установлено через каждые полтора метра. Все поверхности регулярно обрабатываются. Родильные дома Магнитогорска уже более года живут в режиме борьбы с пандемией. В акушерском стационаре на Шишке-30, Центр охраны материнства и детства, безопасности мам и малышей уделено максимум внимания. В основные отделения роженицы поступают здоровыми с отрицательными тестами на ковид-19. И таковыми же с малышами на руках отсюда выписываются. Женщины должны знать, что персонал готов к работе в нынешних условиях, что все наши сотрудники обследованы обязательно на ковид, что работают сотрудники, у которых ПЦР обязательно отрицательный. Конечно, поменялись условия работы в родильном доме в период ковида. Запрещены на сегодняшний день посещения. Если раньше мы свободно пропускали к послеродовым женщинам, на сегодняшний день нет. Конечно, и беременные не могут на улице погулять. В условиях пандемии в родильных домах также временно не допускаются партнерские роды. Сделано все для безопасности мамы и малыша. Потоки поступления в родильный дом здоровых пациенток и с малейшим подозрением на наличие инфекции строго разделены. Будущие мамы с подтвержденным диагнозом ковид-19 направляются в областную клиническую больницу в Челябинск. Почему Челябинск? Потому что именно в этом родильном доме созданы все условия для того, чтобы женщина получила качественное, полноценное лечение при ковиде обязательно, чтобы как можно быстрее она выздоровела, созданы условия, и родила по возможности здорового ребеночка. Что касается женщин, которые подозрительны на ковид, существуют и такие. Мы это определяем при помощи экспресс-тестов, которые берутся в приемном покое каждого родильного дома. Если есть подозрения на ковид, они направляются на роды именно в эту красную зону акушерского стационара на Шишка-30. Роды женщин с подозрением на коронавирус проводятся в красной зоне акушерского стационара с соблюдением всех необходимых мер. После того, как малыш появился на свет, он изолируется от мамы. Если обнаруживаются антитела М и Г, и женщина у нас рожает, мы ребенка сразу отлучаем, берем ПЦР у мамы и у ребенка до выяснения ответа. Если после того, как женщина родила, приходит мазочек на ковид отрицательный, женщина вместе с ребеночком продолжает находиться в этой зоне и выписывается домой буквально на вторые-третьи сутки. Если мазочек приходит положительный, то в этом случае и мама, и ребенок также направляются, транспортируются машиной скорой помощи в областную клиническую больницу номер 2 города Челябинска, где также получают лечение от ковида. Самое главное, подчеркивают специалисты, не нужно бояться поступать в родильные дома города. В акушерских стационарах созданы все условия, чтобы женщина и ребенок, находясь в палатах, не заразились, а имеющие положительный результат ПЦР-анализа получили всю необходимую квалифицированную помощь. На страже порядка. Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. Для бывшего начальника отдела по вопросам миграции Дмитрия Макарова праздник получился двойным. В ноябре этого года он отметил 50 лет со дня рождения. И хотя служба в органах для Дмитрия Леонидовича уже позади, как говорится, бывших сотрудников полиции не бывает. О том, как работа в ОМВД сформировала характер и отразилась на судьбе отдельно взятого человека в нашем следующем материале. Дмитрий Макаров хотел стать металлургом, но у судьбы на его счет, похоже, были другие планы. На комбинат он вернулся сразу после службы в армии, о прохождении которой надо было ставить отметку в полиции. Этот визит и изменил всю жизнь. Я в свое время занимался рукопашным боем, боксом, то есть как бы связался. Пришел в милицию, меня отправили в ОМОН. Как раз в это время в 94-м году образовался отряд милиции особого назначения, только начинал. Я пришел туда, прошел бои и пришла повестка, явиться обратно в МВД в кадры, как бы пришел туда. Мне сказали, что я зачислен. По сути, это была просьба о помощи. Молодой магнитогорский ОМОН тогда остро нуждался в толковых сотрудниках. И Макаров откликнулся. То, что он оказался на своем месте, показала командировка в Чечню, откуда Дмитрий Леонидович привез свою первую государственную награду – медаль за отвагу. По ночам стреляли снайпера по зданию, потому что было только на руль сильно не выходили. Ну и в одну из ночей наш снайпер нашего отдела увидел точку, откуда ведется снайперский огонь. То есть, показав трассирующей пулей, откуда велось снайперские выстрелы, мы ее накрыли. За этой наградой вскоре последовали бы и другие, если бы судьба вновь не развернула Дмитрия Макарова на 180 градусов. Ситуация с нелегальными мигрантами оказалась в городе настолько острой, что паспортно-визовая служба была вынуждена обратиться за помощью к силовикам и ввести новую должность. Ее и занял Макаров, который опять одним из первых откликнулся на призыв о помощи, вновь оказавшись на передовой. Коллектив был женский, нужно было выезжать, выявлять тех иностранных граждан, которые здесь находились незаконно, участвовали в каких-то незаконных акциях, поэтому пришлось быть первым сотрудником именно этого подразделения в этой должности. Многочисленные рейды облавы вновь показали, что боевое братство – не пустое слово. Во всех этих мероприятиях бойцы ОМОНа стали для Дмитрия Макарова главной поддержкой. За месяц выявлялось более 30 нелегалов, и с каждым случаем Макаров разбирался отдельно. Кого-то отправлял на родину, а кому-то помогал легализоваться, потому что здесь уже были созданы семьи. Надо отметить, что независимо от того, какие звезды на погонах и какого размера у Дмитрия Леонидовича они, он всегда оставался человеком. Помимо того, что Дмитрий Леонидович проверял документы, он всегда еще старался что-то разъяснить, кому-то что-то подсказать, потому что они подходили, спрашивали в виде человека в форме, они понимали, что это компетентный сотрудник, то есть никогда не было такого, чтобы он там кого-то отодвинул, сказал, да, приди там на прием, разберемся. Нет. Стоит сказать, что благодаря именно Дмитрию Макарову в начале 2000-х годов была усилена 322-я статья «Организация незаконной миграции», которая в Челябинской области считалась нерабочей. Это сказалось на тех мигрантах, которые были в роли крепостных и из-за отсутствия легализации не могли отстоять свои права. Самое основное положительное качество Дмитрия – это порядочность во всем, начиная в порядочность в мыслях каких-то и в порядочность в поступках. Никогда не унизить человека, никогда не, скажем так, подставить человека, всегда подставлял только плечо, и на него вот я могу положиться во всем. То есть от службы до каких-то других моментов и просто порядочность во всем. Так о Дмитрии Макарове сегодня отзываются и те, кто с ним работал, и те, кто обращался в паспортно-визовую службу за получением услуг. Сам он такое отношение к жизни считает нормой. Говорит, что быть на страже порядка – это в первую очередь защищать, и очень надеется, что его дети выберут для себя такой же путь. Татьяна Артеменко, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Нам нет преград, мы входим в каждый дом. И это не просто громкий слоган. Программы телекомпании ТВИН помогают не только узнать о городской жизни и получить ответы на вопросы, но и помочь в выздоровлении. Наша постоянная телезрительница Зайтуна Калимулина рассказала о том, как проект «Тренируемся дома» в буквальном смысле поставил ее на ноги. Быть в постоянном контакте с собственными зрителями – это кредо телекомпании ТВИН. Наша съемочная группа с инструктором по фитнесу, бессменной участницей зарядок на канале Ксении Волхунцевой, пришли в гости к Зайтуне Нуруловник и Лемулиной. Наш канал – ее постоянный спутник. Женщина разменяла уже девятый десяток, но любовь к активному образу жизни не утратила. Поэтому особенно ценит программу «Тренируемся дома». Смотрю у девчата, прямо так меня радовалось вдвоем с Валерией, да, и вдвоем так одеты красиво. Это же мое, давайте заниматься. Как увидела, и стала всем звонить, своим знакомым, я говорю, занимайтесь женщиной, так хорошо чувствуете, аппетит появляется. Зайтуна Нуруловна – женщина с непростой судьбой. Всю жизнь работала штукатуром-маляром. В наш город приехала из соседней Башкирии. Воспитала сына и дочку, трех внуков и правнука. Но 2019 год принес большой и дружной семье серьезные испытания. Тогда пенсионерка получила травму. В трамвае ее защемило дверьми. У женщины оказалось сломано бедро. Я уже встала на ступеньки. Все, а дверями придавило меня сразу. Последний, наверное, уже был. И потом, это самое, ничего, еще я ходила, все. А потом, дня два, потом с магазина иду, сумка вместе упала. Не могу идти, и все. Практический год женщина провела лежа, но все это время не теряла бодрости духа и оптимизма. Помогал ей в этом и наш канал. Благодаря тренировкам на ТВИН она начала выполнять упражнения, а потом и вовсе встала на ноги. Дай бог директору вашу ТВИНу. Благодарность я хочу даже написать, что организовали такую. Девчонки спасибо, хоть время нашли. Дай бог им счастья, всех благ, чтобы было у них в семье тоже хорошо. А я думала, ну школьники, я говорю, я уже гордиться есть. Я сюда не упала. Программа «Тренируемся дома» начала выходить в эфир в прошлом году, в разгар пандемии коронавируса. Первая волна, режим самоизоляции, фитнес-центры закрыты, люди заперты в своих квартирах. И новый проект телекомпании ТВИН пришелся как нельзя кстати. Он доказал, заниматься спортом можно даже в домашних условиях. Очень приятно получать такую обратную связь, столько благодарностей. Мы видим, что есть результат. То есть человек сначала вообще не ходил, лежа на кровати, она выполняла эти упражнения. Сейчас она уже со стулом, но может передвигаться по своей квартире, даже ездить на тренировки. Это очень здорово, что наши тренировки домашние помогают людям поверить в свои силы тренироваться дальше. Еще и призывать к тренировкам остальных людей. Это здорово. Присоединяйтесь к нашим тренировкам и вы. Программа «Тренируемся дома» выходит по будням в 15.20. Также ее вы можете найти в наших группах в социальных сетях и на сайте tvdkisin.ru. Пример Зайтынуна Руловны показывает, быть в форме можно в любом возрасте. Чтобы они тоже, чтобы занимались, не сидели, не лежали на кровати, не надевали. Так это, прямо бодро чувствуешь себя. Еще хочется жить и жить и жить. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdkisin.ru. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 11 ноября. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!